Доброе утро! В эфире 12-го канала новости в студии Константин Лондон. Пролетела на красный крупная авария с участием маршрутки в центре Омска. Несколько человек госпитализированы. Кто стал виновником ДТП? И что о состоянии пострадавших говорят медики? Чемпионские ворота так и остались нераспечатанными. Я по-настоящему впечатлен тем, как ребята отыграли. Авангард ударно начал сезон. Почему армейцы на льду не смогли ответить ястребам? И кто из новичков отличился дублем? Спросите у губернатора. У Амича есть возможность пообщаться с главой региона. Самые актуальные темы прозвучат в прямом эфире двух телеканалов. Расскажем, как задать вопрос Александру Буркову. Навстречу лидерам или падение вниз? Нельзя спрацвать со счетовых. Это точно. Игра РТШ с дублем Урала может серьезно повлиять на позицию команды в турнирной таблице. Какова расстановка сил? Покорение горных склонов для спасения тяжелобольных детей. Амич сегодня даст старт уникальной благотворительной акции. Как Иван Давыдов решил поддержать пациентов детского хосписа. Количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом увеличилось за помощью. В больницу обратились еще несколько человек. Авария произошла накануне на пересечении Карла Маркса и Масленникова. 44-летняя водитель Митсубиси Аутлендера летела по ночной магистрали со стороны Ленинградского моста и попыталась проскочить перекресток. И выехала на него на красный сигнал светофора. Итог. Маневр от таран маршрутки полный пассажиров. От удара микроавтобус перевернулся. Момент столкновения попал на записи видеорегистраторов. Полиции сообщили, что в ДТП пострадали три пассажира маршрутки и виновницы происшествия. Сегодня стало известно, что количество пациентов БСМП-1 увеличилось. Пятерых амичей доставили с места происшествия в больницу каретами скорой помощи. Еще двое обратились за медицинской помощью самостоятельно позже. На данный момент в стационаре находятся два человека. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Всем остальным была оказана необходимая помощь. Госпитализация не потребовалась. В момент происшествия в «Газели» ехали 12 пассажиров. На помощь пострадавшим прибежали очевидцы ДТП. Людей вытаскивали из люка. После микроавтобуса поставлено колеса. С виновницей происшествия сейчас работают полицейские. И проверка продолжается. К другим новостям заставили звезды погаснуть. Омский «Авангард» ударно начал чемпионат, разгромив столичный ЦСКА 4-0. Перед началом встречи нашим хоккеистам вручили чемпионские персни и малые копии Кубка Гагарина. На саму игру «Авангард» вышел в альтернативном комплекте формы. Ударно стартовать в сезоне ястребам помогли два ударения соперника подряд. Одно из них реализовал новичок омичи Петер Цегларик. У армейцев было несколько шансов, чтобы отличиться. Но очередное удаление в третьем периоде привело к шайбе Корбана Найта. После чего канадский форвард вновь помог отличиться Цегларику и напоследок забросил сам, установив итоговый счет 4-0. Я по-настоящему впечатлен тем, как ребята отыграли. Грубец сделал для нас ключевые сейвы, плюс мы очень хорошо его подстраховывали. Третий период был просто потрясающим. Но много работы еще впереди. Предыдущие две недели четыре наших игрока были со сборными на олимпийской квалификации, поэтому они не могли играть с командой. Плюс травмированный Шеребзянов, Телегин, Дергачев, а новичок Николай Прохоркин также не смог сегодня сыграть. Очень много еще работы впереди, но я доволен тем, что я вижу. Мне нравятся отношения ребят к делу. Они действительно хорошие люди. А из хороших людей получается хорошая команда. Добавлю с учетом минувшего финала, Кубка Гагарина ЦСКА не может поразить ворота. Шимона Грубеца уже 185 минут и 40 секунд. Во встречах против армейцев чешский голкипер не пропускает уже три матча к ряду. Следующий матч Авангарда Авангард проведет в субботу, 4 сентября. В Балашиху приедут Адмирал, в составе которого играет Артем Манукян, а также Евгений Грачев, Виталий Меншиков и Иван Налимов, известные по выступлению за Авангард. Начало матча в 20.00. В Омской области стартует масштабная вакцинация студентов. Прививки будут ставить ученикам вузов и колледжей, которым уже исполнилось 18 лет. Прививочные кабинеты оборудуют в учебных заведениях. В региональном издраве отметили процедура добровольная. Однако молодежь призвали позаботиться о своем и здоровье близких. Также это поможет избежать вспышки заражения в учебных заведениях. Для этой работы мы уже все подготовили. У нас составлены графики выхода в данные учреждения. Медики имеют полную информацию о наличии подлежащего контингента. Мы имеем достаточное количество вакцины, всех компонентов для вакцинации студентов. Добавлю, масштабная прививочная кампания в регионе продолжается. Вакцинацию прошли почти 580 тысяч жителей региона. Оба компонента получили около 480 тысяч амичей. Повышение зарплат, дороги, требующие ремонта и экология. Одни из самых часто задаваемых вопросов в адрес программы «Диалог с губернатором». Александр Бурков, напомню, пообщается с жителями Омской области 6 сентября сразу на двух телеканалах – 12-м и ГТРК «Артыш». Трансляция будет вестись также на радио «Монте-Карло-Омск». Денис Ионос о том, как задать вопрос главе региона. Итак, задать вопрос губернатору можно разными способами. Самый простой – заходим на наш сайт 12kanal.ru, нажимаем на баннер электронной приемной диалога с губернатором, заполняем все поля – фамилию, имя, отчество и мейл, вводим номер телефона и интересующий вас вопрос. Его можно проиллюстрировать фото- или видеоматериалами. На сайте есть и такая функция. Нажимаем «Отправить сообщение» и ваш вопрос уже у нас. Если же вы хотите обратиться к Александру Буркову лично, присылайте видеообращение. Включаем камеру мобильного телефона, излагаем проблему, получившееся видео отправляем нам в WhatsApp или Telegram по номеру 8 908 103 15 51. Задать вопрос можно и во время прямого эфира. У нас традиционно будет работать колл-центр. Его номер будет указан на экране. Выбирайте любой удобный для вас способ, задавайте вопросы и включайте диалог с губернатором 6 сентября в 20 часов на 12 канале. Продолжаем выпуск. Лето возвращается. Синоптики прогнозировали потепление в Омской области. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 20 градусов и температура продолжит расти. К выходным столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 28. При этом будет солнечно, осадков не ожидается. Озвучили синоптики и прогнозы на сентябрь. Первый месяц осени в нашем регионе будет теплее обычного на полтора градуса. А вот осадков, напротив, почти на 20% меньше. По мнению специалистов, октябрь в регионе также может быть теплым. Точные прогнозы озвучат позднее. Накануне за партой сели не только школьники и студенты, но и фермеры. Учебный год у них начался в рамках федерального образовательного проекта Минсельхоза и Россельхозбанка «Школа фермера». 1 сентября стартовала третья волна обучения. В проекте впервые участвует наш регион. Чему хотят научиться омские фермеры и как поощрят отричников в нашем следующем сюжете. Омск на связи с Москвой и еще 25 регионами России, участвующими в проекте «Школа фермера». На презентации в Аграрном университете выступает Елена Ильина. Ее семья держит молочную ферму и планирует расширение. У нас есть потребность в знаниях. И мы услышали о проекте «Школа фермера» Россельхозбанка. И, конечно же, я загорелась желанием быть участником проекта, стать учеником. Хочется стать одной из лучших. Всего в стране к обучению приступили 800 слушателей, в Омске – 27. От студентов-выпускников до руководителей уже действующих предприятий. За три месяца их научат правовой и финансовой грамотности, расскажут, как скооперироваться с крупными производителями, как следствие в регионе появятся новые предприятия и рабочие места. «Школа фермеров даст формировать им правильный бизнес-план и в том направлении его реализовать в правильной экономической модели для хорошего результата». Авторы лучших бизнес-проектов получат гранты от Россельхозбанка. Денис Жарков, Денис Лопарев, 12 канал. Отправился покорять горные склоны ради детей. Ультрамарафонница Иван Давыдов выходит на старт Кавказской тропы. Впереди 1200 километров из 7 регионов России, от Дагестана до Краснодарского края. Главная цель – забега, помощь благотворительному центру «Радуга». На каждой остановке спортсмен будет рассказывать людям об уникальном хосписе, а во время пути созваниваться с ребятами и выкладывать истории в соцсетях. Достижения мяча, который сам преодолел тяжелое заболевание, возвращают им надежду и на нормальную жизнь. Старт забега, напомню, был запланирован на конец августа. Из-за технических задержек на маршрут Иван выходит только сегодня. Признается это к лучшему. Вчера температура воздуха в точке старта была выше 30 градусов. Сегодня жара пошла на убыль. Целей много. Главное, конечно, это с фондом. Работа с фондом. Она требует времени, тяжелая работа. Информационная. Рассказать больше о фонде, чтобы знали, может, какими-то фондами некоммерческими и благотворительными тут встреча для обмена потом последующего опыта между ними. Помощь детям. Сейчас там проблемка. Вот в хосписе отключили от воды. И нужна скважина, подстанция. Омский «Ртыш» сегодня в Екатеринбурге встретится с дублем «Урала». Речники с 10 очками в активе занимают седьмое место в таблице. Шмели расположились на две строчки ниже, но отстают от нашей команды всего на один балл. В случае победы «Ртыш» может вплотную подобраться к четверке лидеров. А если проиграет, спустится до десятого места. В минувшем туре о мяче выступили в Тюмени 2-4. Новичок «Ртыша» Павел Калошин заработал красную картину. А значит, сегодня на поле точно не выйдет. А вот оранжево-черное уверенно обыграли ижевский «Зенит-3-1». Состав «Урала» один из самых молодых в группе. Главный тренер «Ртыша» Александр Горшков уверен, что у Речников не будет форы из-за среднего возраста команды соперника. Слабых команд пока нам не встречалось. Даже Оренбург тоже молодежная команда оказала очень достойное сопротивление. Очень нам там нелегко дался матч. Поэтому надо подходить именно так, что следующий соперник, он самый важный, самый серьезный, несмотря на то, что там молодые ребята или там, может быть, у них есть возможность усилиться ребятами из основной команды. Поэтому здесь нельзя спрацвать со счетовых, это точно. Встреча начнется в 15.00 по омскому времени. Прямая трансляция будет доступна в социальных сетях футбольного клуба «Иртыш». У Амича осталось всего 4 дня, чтобы подать заявку на участие в Сибирском международном марафоне. Главный забег года, напомню, пройдет 12 сентября. Любители активного образа жизни могут зарегистрироваться на забег на официальном сайте марафона. На выбор 4 дистанции 3 и 10 километров, 21 километр 100 метров и марафонская 42 километра 195 метров. Прием заявок продлится до 5 сентября. Для тех, кто не успеет, предусмотрены резервные дни. Подать заявку на участие можно будет 10 и 11 сентября, где у нас будет проходить выдача пакетов участников и стартовых номеров. Это торговый центр «Мега». С 11 утра до 8 вечера туда можно будет прийти, заполнить анкету, оплатить стартовый снос и стать полноценным участником Сибирского международного марафона. Организаторы напоминают, для участия в массовом забеге необходим медицинский допуск. Старт марафона состоится 12 сентября в 9 часов утра на Соборной площади, где собравшихся проведут разминку. В этом году трассу марафона немного скорректировали, ее проложили таким образом, чтобы любители бега смогли увидеть главные достопримечательности города. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Планировать свой отдых заранее выгодно. Раннее бронирование в санатории «Коммунальник». Скидка 30% на все виды путевок. Успейте забронировать до 10 сентября. Подробности по телефону 90 87 88 и на официальном сайте. Новоучебный год в новом классе. Компания «Ростельмаша» сделала подарок студентам Омского аграрно-технического колледжа. Здесь появилась новая современная аудитория для занятий со всем необходимым оборудованием и учебными пособиями. Работы компания провела в рамках собственной программы образования, которая действует по всей стране. О новых возможностях, которые появились омских студентов, наш материал. Комфортные условия в новом учебном году. Этот класс оборудован современной мультимедийной системой. Цифровые технологии призваны повысить качество образования. Современное оборудование, которое предоставило в пользование нашему образовательному учреждению компания «Ростельмаш», позволит подготовить и повысить уровень квалификации наших студентов и обеспечить их конкурентоспособность на рынке труда. Обновленная аудитория в аграрно-техническом колледже появилась при поддержке «Ростельмаш» совместно с официальным дилером компании в регионе Семереченской базой снабжения. Я думаю, данное сотрудничество с дилером «Ростельмаш» позволит нам повысить мотивацию обучающихся и улучшить их компетенции в области сельского хозяйства. Выпускать высококвалифицированных, современных и грамотных специалистов, нужных нашему сельскому хозяйству. В рамках собственной программы образования компания не только создает комфортные условия для студентов, но и постоянно взаимодействует с учебными заведениями, делятся инновациями и принципами работы новой сельхозтехники. Компания «Ростельмаш» 9 лет уже работает по программе образования с учебными заведениями, как высшими, так и среднеспециальными. Основная задача данной программы – подготавливать студентов, будущих механизаторов, эксплуататоров нашей техники и уже на выходе получить достойного специалиста. За 9 лет действия программы специализированные аудитории появились в 123 учебных заведениях. И в ближайшие годы их станет еще больше. Продолжение следует... На этом наш выпуск завершен. Далее на 12-м канале «Большая тройка». Оставайтесь с нами. Далее на 12-м канале «Большая тройка».